Перед вами два полироида, закрепленные в круглых оправах красного цвета. Оптические оси полироидов показаны стрелками. Расположены полироиды на фоне белого экрана. Если их осветить, то на экране станут хорошо заметны тени от их оправ. Посмотрим, будет ли меняться освещенность экрана внутри тени левого полироида, если его вращать вокруг оси, совпадающей с направлением светового пучка. Освещенность внутри тени не меняется. Вращая правый полироид, также убеждаемся, что интенсивность проходящего светового потока остается постоянной. Расположим полироиды друг за другом. Теперь свет попадает на экран, пройдя сквозь оба полироида. Обратим внимание на освещенность экрана внутри тени от оправ, когда оптические оси полироидов параллельны. Если один из полироидов поворачивать, можно заметить, что освещенность внутри тени начинает уменьшаться. Обратите внимание на то, что когда оси полироидов взаимно перпендикулярны, светлое пятно за ними исчезает. Продолжая вращать полироид, можно снова увеличить яркость светового пятна на экране. Если и дальше поворачивать полироид, освещенность внутри тени опять уменьшится. Вы видите, что она достигает максимума всякий раз, когда оси полироидов оказываются параллельными. Тот же результат можно получить, поворачивая другой полироид. Вы видите, что освещенность достигает минимума всякий раз, когда оси полироидов оказываются взаимно перпендикулярными и становится максимальной при параллельной ориентации их осей.